Ну что, разрушение американской мечты? Говорите, живёте хорошо, да, там? Красота, да, на улицах чисто, всё, всё такое. Ну, посмотрите, да? Как сообщает американский журнал Фьючерс, в последние годы многие американцы из-за роста цен взялись выращивать капусту, огурцы, перец и томаты, укроп, лук, чеснок и многие другие овощи прямо у себя дома, в цветочных горшках и ящиках. Установленных на подоконниках, балконах, полисадниках и на задних дворах. Согласно статистике, в 1982 году этим занимались половина американских домохозяек. Вот видите? А вы говорите, хорошо живёте, да, вот, хорошо живут. Видите, что в 1982 году было? Это недавно, это самый расцвет Америки, то есть, да? Чикаго там строилось, всё такое. Небоскрёбы там отстраивались, самые крутые, да? Представьте, что происходило. Огурцы у себя выращивают там, на полисаднике вместо газона. Представляете, заросли огурцов. Вот тебе и Америка, да? И это научный журнал, врать не будет, это ни херня какая-то. Это советский научный журнал, тут одна правда написано. Одна правда. Да, это 83-го год журнал. Ну, за год тут информация, да, надо проверять, поэтому она отстаёт на год где-то. Вот, такие дела. А вы говорите, американская мечта, американская мечта. Посмотрите канал VEGABOND100. Такой, на Ютубе есть канал VEGABOND100. Или ещё как-то он там называется, да? Ещё один у него есть. Там рассказывает чувак, что даже пройти по улице нельзя, поскольку спросят, да? Остановит участковый и спросит, чё ты тут ходишь-то? То есть, если ты в Америке дом купил, у тебя свободы нет, ты должен в нём сидеть. Вот. Иначе ты подозрительный чувак, и ты хочешь кого-то ограбить, значит. Ходишь, и хочешь кого-то ограбить. Вот. Представляете, какая свободы нет, вообще никуда не пойти, ничего. Всё закрыто, вот тебе и Америка, да, свобода. Свобода у тебя только на машине ездить по дорогам, да? И то тебя негр просто на парковке перестрелит и всё с концами скажет. Как, например, многие учёные, да, типа, уезжали из России, да, из Советского Союза, из России. Думали, там, хорошо платят им там в этой... Взагниваешь в стране. А в итоге получалось, что их просто негр грохнул на парковке, да, выстрелчивое стекло. А я автомагнитолу вытащил. Вот и всё тебе. Вот и всё, учёный. Был учёный, стал вовне замочённый. Но в натуре. Вот. Такие вот дела, господа. Не верьте в эту американскую мечту. Она херня какая-то, да? К тому же проблема, там, бюрократия, там, пиздец, да? Ну, смотрите канал Вегабонд, что, да, там всё сказано про эту недострану говняную, сгнивающий Запад. Вот. Так что Советский Союз в целом не врал, да? Две таких вот темы у Советского Союза было правильной, да? Отношение к церкви, да, вот к этой всей, к РПЦ, секте, РПЦ было правильной достаточно такой, да, типа там. И было достаточно правильное отношение к... К сгнивающему Западу, конечно, да, с некоторыми перекосами, но... Это да. Но в целом всё было правильно, да, и без ошибок описано. Есть такое кино ещё, если кто не смотрел, на прицеле Ваш мозг. Оно тоже вышло где-то в 86-м году, да? На прицеле Ваш мозг наберите прямо на Ютубе и посмотрите от начала до конца. Не смотрит, что оно чёрно-белое, там вся правда говорится. О обзагнивающих странах. Вот такие вот дела, экспада. И не выращивайте все, а в России всё-таки помидоры, да, и перец на окнах, да? Сходите в Магнит. В Магните всё есть, там за 80 рублей всё вам дадут. Любую, это самое, выращенную, заранее, с Кубани вам всё дадут. За 80 рублей не пожарничать, не надо вам ничего выращивать. Вы же не в Америке живёте всё-таки. Где нищие всякие. Все нищие, все бедные, не мог ничего купить всё. Едят, да, воробьё в парке. Последние, как это, кендеровская пропаганда. Последние геи, да, в парке. Один из них умрёт. Потому что они не смогли попасть, поймать воробьёв. Воробьёв они все съели. Вот, выживет из них только один. Какая грустная история, посмотрите. Но это пропаганда, а тут вот правду пишут. Вот же жируют то, блюдки. Вы посмотрите только. Самый длинный автомобиль мира был построен в 1979 году в США. Его длина почти 9 метров без 10 сантиметров. Он оборудован двумя цветными телевизорами. Двумя цветными телевизорами. Видеомагнитофоном, стереоустановкой, со всемью динамиками, баром, холодильником, сейфом и четырьмя, даже четырьмя телефонами. И это тогда, когда домохозяйка овощи выращивала у себя просто в цветочных горшках, чтобы не умереть с голода. Они такой автомобиль себе сделали, да, вот представляете. И четыре телефона. Четыре телефона, это вообще пиздец. Четыре телефона. Вот жируют, да, видите, какие гады, да? Жируют, а домохозяйка умирает за голоду. Практически. Жуть, жуть и кошмар. Жуть, представляете. Она салатик у себя выращивает. Это тут автомобили. 9 метров почти. Без 10 сантиметров. Ладно, дальше давайте. Новости Америки, давайте дальше. Очередное модное поветрие охватило Америку. Гравитационные башмаки для висения вниз за головой. Это такой амбицилизм, представляете? Вниз головой на перекладине висеть, смотрите. Это пиздец. Это тогда, когда народ умирает с голоду, да? Все последние голубей доедают, да? В парке. Я те там выращиваю, где только можно. На газоне у них огурцы растут, да? Представляете, да? Чтобы не умереть летом хотя бы. Зимой-то и все равно. Как-нибудь они проживут, да? Будут снег растапливать в Америке в своей. А тут вот представляете, что происходит. Такое висение растягивает позвоночник. Позовет ему отдохнуть и постоянно сжать. И на офисе сидишь, тварь, да? В офисе сидит, представляете? В офисе сидит. Около миллионцев американцев. Не, ну это круто, конечно. Около миллиона американцев висят вниз головой 3-4 раза в неделю. Это вам не спиннеры крутить. Это круто. Представь, вниз головой висеть. Вот это круто. Это вам не спиннеры крутить. Спиннеры, конечно, дурак можешь крутить, да? Тем временем, годовой доход фирм, торгующих гравитационными башмаками, достиг миллионов долларов. Ага. Так вот откуда этот лимузин. То есть они продают эти башмаки. Миллионы долларов получают, да? Когда домохозяйка висит вниз головой, от голода умирает, да? Прямо на этих вот штуках от голода умирает. А они себе покупают вот этот вот лимузин. Самый длинный. Эх, они заразы. Эх, они заразы. Эх, они. Вот они какие. Вот какие гандоны-то, а? А вы говорите-то. Загнивающая страна. Загнивающая. Кому башмаки, голод и огурцы в цветочном горшке? А кому лимузин? Почти 9 метров. Без 10 сантиметров. Вот такие дела. Американская мечта. Не думайте, что у вас будет лимузин. У вас скорее, если вы туда поедете, вы будете 20 лет язык изучать, чтобы понимать хотя бы что-то там, да? И еще 20 лет будете изучать бюрократическую систему, как она работает там. То, как к 60 годам поймете, как там бюрократическая система работает там, за документами, с всякой хренью, да? Поскольку страна ничем не лучше России, да? И вот она будет вас заражировать, да? Вы будете голодать, вестете, а лимузин по вам просто проедется, и все, вот этот длинный зацепит вас. Занесет его, зацепит вас, и все, на тротуаре, и все. Или негр из него высунется, и выстрелит там просто в голову, и все. Который лимузин у кого-то украл, уже угнал. Вот. Такие вот дела. Вот вам и Америка, господа. Вот вам и Америка. Да. Так, ну это про Луну, ну ладно. Тушите свет.